а это кстати достаточно дорого заказано я думаю мы можем позволить посмотреть это в качестве качестве как-то называется инстанта у нас инстанта есть старичок с водочкой водочки я пивку пробиваю не водочку но вот сейчас я не баник набьют за ты охуел ты мелкий нахуй как твои дела короче у меня дела 8 всегда охуенно тебе будет осуждаем кстати высказывание но вы поняли тебя сок простаты я помню однажды кстати в электричке меня алкаш просто ну алкаши пришли короче они захотели сесть где я сижу ну и такие типа это типа уйди говорят я я короче попустился и пошел у меня еще в спину ебнули этому блять надо и отхуярить их что ли но их реально большие проблемы от них воняло они отвратительные были отпиздить кстати всех троих я бы скорее всего смог бы но вот я тогда попустился и пошел дальше кстати ну не было тогда лет не знаю 16 наверное но они реально были в хламину ты были пиво на телефон были пиво на телефон у нас встречи с акромаром 1 у нас была встреча с акромаром почему не хочу пошли мухой договоришься на самом деле как я понимаю он нестабильно стримит он не уже один раз даже звонил пытался на стрим меня вызвать но это было не вовремя у меня полный набор контента то есть я люблю договариваться заранее точно выделять время вот я знаю что сейчас у меня будет гость например и я подготовил всех все все готовы все пришли все собрались я здесь вы здесь мы здесь с акромаром так договориться в принципе блять не получается ему видимо похуй у него очень свободный график по жизни и мы не можем никак сойтись он был у меня на стриме один раз лизардом когда мы тусили все причем с акромару я респектую в целом он интересный персонаж мне нравится его даоская всякого дадут хуйня мне нравится супрематизм супрематизм заебись тоже то есть у меня к сакромару ничего ничего плохого в общем не канико никогда ничего ни одного плохого слова против сакромара не скажу нравится его троллинг разного рода но вот ну вот на второй раз мы вряд ли сойдемся судя по всему потому что я этот педа педантичный в общем-то педантичный человек достаточно вот ну то есть мне довольно трудно взять и вот так бах и сакромар здесь у меня тут бах просто у меня целый час уже контента вперед пробит я не буду педантичный человек я не знаю вот 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 а Кажется, я в фильме промелькнул у Храброва в следующем, ребята. Готовы? Готовы увидеть меня в следующем фильме Храброва, там, когда он его выпустит через годик-другой? Будет круто. В маленьком и желтом экране такой... Я шадал! Вот так вот. Ты... Куда тебя везут? А он тебя охуелся? Блин, жалко, кажется. Бедный Сакрамар. Сколько ему приходится терпеть. Самый терпеливый стример. Больше Озона терпит. Так, Сакрамар, почему не стоит смотреть маржинала? Весь его бубни. Уж про философию можно в Вике прочитать. Не, гадание с 88 рублей. У нас классика. Цита, йода и внимание. Смотри, по поводу Ну, мне кажется, он воспринимает, знаешь, как, типа, блядь, понятно, что познание философии у него весьма условное и поверхностное. Ну, типа, как люди его воспринимают, как Рыбникова, знаешь. Ну, тоже, тоже, как бы, вот он, Рыбников, он таким... Ну, вчера их смотрели. ...говорит о математике, блядь. Хотя там все устроено по-другому. Вот он тоже за счет логики Аристотеля пытается как-то анализировать, блядь... Изменения. ...какие-то события, которые происходят в действительности. Ну, это... Это тоже такое же состояние, как у Рыбникова, знаете. К чему вот эта параша? Научного прогресса нет, блядь. Как нет, блядь? Чё ты несёшь нахуй? Или, например, блядь... Да вот, чё там далеко ходить? Вот посмотрите вот это вот. Помните запись про временные парадигмы? Это такая хуйня, блядь. Это вообще... Он не знает вообще, наверное, даже... У него ни одной мысли на этот счет не было, блядь. Ну, вот где он говорил, что миф о Гильгамеше, это, блядь, залгунь. Это полный... Он не разбирается в этом, нахуй. Это полная чушь. Ну, я бы не сказал, что там какой-нибудь, блядь... Ежа Сармат дальше ушёл. Колесо, надеюсь, скоро посмотрим. Убитусов много. Может, кому-то она... Я думал, что люди смеются над этим, блядь. Или умиляются этим как-то. В этом нет ничего плохого. Тем более, кстати, стоит отдать должное, что большое количество дегенератов, которые смотрят Анатолия, которые вдохновляются какой-то философией, вот этой топорной, они всё же... Ну что, давайте погадаем на Сакрамара. Что ж, Сакрамар. Принцесса мечей. Ну давайте, что за принцесса мечей? У Сакрамара есть девушка. Мир. Карта мира выпала, кстати. Мир. Смотрите. Мир. Принцесса мечей. Мир. И давайте, что ещё? Ничего себе. Быстрота. Ну, короче, он скорострел, судя по всему. Именем понимает, что они время потратили зря. И это, я как понял, это даже хорошо, потому что если бы они пытались что-то сделать, они бы обосрались. Так что что-то в этом такое и есть полезное. То есть он их, получается, как, ну, контролировал, чтобы они ничего не делали. Ну, например, ну, блядь, ну, это не... Я не говорю о том, что они там смотрели стрим, допустим. Ну, а он, как бы сказать... Точнее, он им советовал... Ну-ка, деляк я сам хотел снять. ...читать труды философов, а... Быстро он скрутил, возможно. ...давно их труды, они не актуальны. На них нельзя как-то опираться в познании мира. Давайте на Анатолия загадаем сейчас. Анатолий Маргинал. Давайте, давайте, что у нас? Что у нас с Анатолием? Три карты попробуем вытянуть. Первая карта – это Луна. Интересно, а как Луна трактуется? Как трактуется Луна, ребят? Главная карта на Анатолия сегодня – это Луна. Что же у нас с Луной, друзья, мне интересно? Луна, 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 Луна. Не бойтесь своего страха, признайтесь в нем самому себе, исследуйте его и вместе с тем продолжайте двигаться вперед. Короче, у него страх есть. Ночь. Ночь, архетип ночи. У него есть внутренний страх какой-то. У него внутренний страх – это первое, что попадает. Уже первая проблема, да, у него есть внутренний страх. И какой же внутренний страх? Благосостояние. Явно его внутренний страх связан с благосостоянием, что странно. Видимо, он боится потерять свои деньги. И шут. Шут, видимо, для того, чтобы сохранить свои деньги, он пытается, соответственно, быть клоуном, вероятно. Он пытается стараться. Ну, по-моему, блядь, отличный раскат выпал. По-моему, по-моему, все выпало здесь очень хорошо. То есть, смотрите, у нас вот три карты на Анатолия Маргинал, и они, по-моему, полностью его описывают. Ты там, предметы, я не готовлю карты заранее. Со мной говорит вселенная. Смотрите, неожиданно, реально шут. Шут, Маргинал, шут. Шут ли Маргинал? Ну, вроде он и сам признает, что он шут. Как бы, это не исключено. Вот я не признаю, что я шут, а он признает. А и благосостояние. Он за него, видимо, очень сильно печется и трясется. Вот как-то так. То есть, это просто пустое занятие, бестолковое. На практике это никак нельзя применить. Вот посмотрите видео. Наверное, говоришь, то ли так и воспринимают. Гораздо смешнее было, когда то ли познакомили с реальностью, где он всего лишь детский аниматор, а не какая-то величина. С добрым утром, прыщавый патлач. Слушай, пополнинских аниматоров. Ну, иногда судьба может так тебе задвинуть в такую профессию, что это уже будет пиздец. То есть, я с этим сталкивался. То есть, не безальтернативная работа. Короче, только вот... Ну, аниматором. Он не был аниматором, он был типа промоутером. Ну, иногда, блядь, обстоятельства могут задвинуть тебя в эту профессию. Ну, вот он выебывался. Зато, помните, как выебывался на этого Никиту, нахуй? Говорил, вот ты дворник, ты дворник. Ну, а сам кто, блядь, нахуй? Бойскалт какой-то? Или вообще пуберушка, блядь? Вот чё выебывался? Человек хоть, блядь, пользу приносит. Его надо уважать за это. Его прям, говорит, твой биологический статус дворник. А Никита, это каджит? Или как? Кстати, интересно просто. Ну, если человек дворник, это ещё ничего не значит. Кто угодно, может с кем угодно работать. Ну, обычная ситуация. Человек попрошается, блядь. Я алкаш, охуенно. Вот это вывод, блядь. Ещё мне нравится, он так говорит. Я говорю, брахман. Нет, ты не брахман, ты, блядь, хинин, ёбаный, блядь. Чунин. Брахманы это и эзотерики. Не надо вот эту парашу путать, блядь. Как это, философы, философы восточного типа и презираемых, блядь, философов Кастачиндау, блядь. Которые там, нахуй, гонимо были всегда. Которые даже есть, нахуй, есть, надо было помои. Кстати, Анатолий реально есть, есть... Не, а... А, это Сакрамар про это пошутил, это прикрепилось, серьёзно? Я, по-моему, уже наоборот рассказывал, что он дворник даже. Или это про тоже в рамках шутки такой длинный. Блин. Ёбаный нижний интернет. Чё-нибудь скажут, потом ты сидишь и думаешь, что какой-нибудь там Никита дворник на самом деле. А он нихуя не дворник. Помои. Я не знаю, почему, блядь, я не знаю, он привык, наверное. У него денег дохуя, блядь, он всё равно жрёт консерву. У меня уже как-то психическое расстройство. Но я не смеюсь над этим, я шоумен, в отличие от тебя. Но я соглашусь, в отличие от меня он, наверное, делает контент, понимаешь, который очень трудозатратный. Мне кажется, знаешь, даже твой комментарий говорит о том, что ты ему сочувствуешь. Признайся об этом. Признайся, что ты жалкий декадент. Ты сочувствуешь тому, у которого вообще нет морали человеку. Ты жалок. Ты жалок. Шутки с Агромаром могут длиться по несколько лет. Так, ладно, я шучу. Ну я с иронией говорил. Я говорил с иронией о том, что у него контент, вообще у него, блядь, контент хуже даже, чем у меня, на порядок. Блядь, да и, в принципе, там... Батя Алименты, где ж сын Сакрамара? А может, там большое преимущество, что у меня не массовый контент. Понимаешь, успех, он иногда тоже людей портит. Я вот с этим сталкивался. Может, это, конечно, глупо с моей стороны говорить. Ну ладно. Говоря, я первый раз на работе видел... Сакрамара история работы. Сакрамара, давайте чуть-чуть, узкорь. Жирную карлицу. Хотя нет, тут переплата была. Восемнадцать лет. Блядь, первый раз в жизни такую хуйню видел. И знаете, что? Она тоже выебывается и думает, что я ее не достоин. Ладно, надо в следующий раз пиздануть ей, блядь. Пиздануть ей, блядь. Каким-то ящиком мусорным, блядь. И прям надеть на нее, нахуй на нее, блядь. Как вам идея? А я, кстати, в одну суклу запустил вот этот бак, блядь, мусорный. Там орала одна, блядь, пизда, говорит. Короче, на меня там какая-то уборщица разоралась. Говорит, хуй ты не делаешь, хуй ты не делаешь. Ты не делаешь их, блядь. Они даже толпой там прикинет усилить, что-то курили, блядь. Говорит, хуй ты не делаешь, я в нее как, блядь, мусор запустил, блядь, сука. Ты же пошла нахуй, сука, ебаная, блядь. И после этого она вообще как шоковая. Ни одной шутки, блядь, не упустила, нахуй. Ни одной, сука, шутки не... Блядь, не слышу. Даже вот когда меня отсчитывает там руководство, где я там бухаю. Когда я бухать пошел вместо работы, блядь, с этим... Там у меня был, блядь, тоже сотрудник, короче, рабочий. Там меня отсчитывали, а эту спросили и говорят, вот вы как считаете? Она такая на меня посмотрела, такая, тихо, 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 блядь. Тебя не уволили? Блядь, кто меня уволит? Как меня уволит, если я после работы как бы это сделал? Я же не работал в это время, как меня уволит? Если меня уволили, я блядь обошку этот, блядь, расхуярил бы, и мусорный бак, блядь. И осколком, и в шею, нахуй, если меня уволили. Кто меня напишет-то? Не уволили, а если меня уволили, я бы наоборот был рад, блядь. Твой опыт, а я, кстати, заметил, у нас там есть один терпиво, блядь, да, он работает женой, короче. И эта жена его ебёт, блядь, просто нахуй, ну как, просто в хуй не ставят, да? И он, я заметил, тоже такой говорит, сейчас я в тебя бакинул, у меня спиздил идею, блядь. А я просто уже психанул на эту суку. Я не могу, такой ебало ещё на меня сколотил, может мне показалось. Может они вообще не говорили ничего, блядь. Нееет. Я думал, он ещё хуже. Сына хуй, а то ещё на меня сучат, блядь. Он украинец. Да, а нет. То есть, понимаете, Боб Дросс, он ещё хуже, он украинец. То есть, вообще как бы... Ну, то есть, ну вот не повезло. Бывает, бывает, некоторым людям вот сильно не везёт Боб Дросс, понимаете. Вот есть как бы евреи, а есть ещё ниже. Ладно, не одобряю эти шутки. Завод, склад, какой завод-то, блядь. Развивающая компания, дружный коллектив. Да, дружный коллектив, нахуй. Я, наверное, ладно, не буду такое говорить. Я тоже терплю ради денег, это нормально. Да я вообще-то нихуя не терплю, блядь. Пока что я не знаю, как я терплю. Не, типа, там они не из-за денег терпят, а из-за того, что, ну, он, типа, боится, что она его бросит. Некрасивая. Нет, нет, нет. Это правда было. Ну, вообще, если честно, это, знаешь, ну, как тебе объяснить-то? Это не было так, как ты себе представляешь, блядь. Это не было так, как ты себе представляешь. Тут было все более коротко. Ну, такое было. Так, сочиняет крыска. Я, во-первых... А, подожди, ты думаешь, я сочиняю? Ой, блядь, как ты отказываешься. Как ты ошибаешься, короче. Ошибаешься. Ну, это у нас хуйня, блядь. Че там... Эти самые, как сказать... Эти, блядь, старых шлюх, блядь, я не знаю. Че их бояться-то, блядь, краснеет. В отказ пошел. В отказ... Не-не-не-не, такое было, блядь. Я тебе, знаешь, какие могу с кучей рассказать, блядь. Не, ну, я так не видел, чтобы, конечно, пиздились у нас там. Ну, сейчас, наверное, там будут пиздиться. Меня, по крайней мере, пытались нападение совершить, блядь. Может, это ебаря ее, что ли, этой уборщицы. Ну, не знаю. Там я себе неплохо павел, я бы сказал. Ты мою посылку разбил вчера. Ты мою посылку разбил вчера. Что это значит, блядь? Какую посылку? Что это, блядь, значит? Ты знаешь, что, блядь, походу ты кому-то другому посылку отправил, блядь. Сколько им лет? Ну, им уже, блядь, под 50 с хуем. Это старухи, блядь. И вот я поэтому их, нахуй, шлю, блядь. Хотя, не, ну не 50, может, под 50 точно, блядь. Они не выглядят как старухи. Я просто знаю, что, блядь, мне не будет ничего за это. Чё, ебанулся, нахуй? И чё, блядь, меня за это не уволят. А может, уволят, так и заебись из-за твоего агрессивного. Я не агрессивный темперамент, у меня умиротворенный темперамент. Я просто психанул, потому что, блядь, я дохуя там ебнул. А мне сказали, что я нихуя не сделал. Я, блядь, хотел уебнуть. Это в порядке вещей. У вас такое будет, когда будете на работе? Моя посылка. А, точно, на складе. Я думал, что за посылка? А ты уверен, что я посылки отправляю? Ну, там не совсем посылки. Там просто у нас при магазине склад есть вот. Точнее, при сети магазинов. И вот я туда гружу продукцию, периодически собираю там всякие, как это сказать, грубо говоря. Мы просто грузим в фуру продукты. Кстати, не забывайте поддерживать. А то видите, в каких полевых условиях я нахожусь. Тут одни мудаки, петухи, пидорасы. А осуждают. Нет, по поводу последних я, конечно, перегнул. Но харкнуть в их ебу я бы очень сильно хотел. Лишний раз. То есть эти черти беспал... Вот как не вовремя, да? Ладно, подождите. Мне кажется, кто-то мне набрал. Сейчас я приду. О, азиат очка, ребят, азиат очка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok